взлетная полоса это лабиринт ты погружаешься в воду и твоя сентиментальная просьба о смерти интернета никогда не была такой беспомощной и никогда не была такой сильной сайфер знает когда геноид плачет то платит своей души за доступ в город трупов косметический трафик вонзается в пустоту данный доклад анализирует связь косметики латекса и матрицы скорби начнем с базовых вещей косметика наносится на лицо без явных причин странно утверждать что люди красятся для красоты или же для маскировки косметика искусственно по своей цели и в человеческой истории возникновение косметики не отличимы от изобретения оружия но при всем при этом косметика это видимый космос нанесение косметики на человеческое лицо имманентно глубинным процессом истребление естественности аннулирование идеала доведения до состояния терминальной куклы естественно киберготика всячески приветствуют эти процессы но можем ли мы зад стал кирить пункт назначения этого трафика где неестественность неестественности где самое чудовищное напряжение кортекса где зашифрована мечта фетишиста ведь не трудно догадаться что мы не можем удовлетвориться просто косметикой все равно какая-то правда сохраняется какая-то честность идеал достоинства по данному вопросу возникла полемика на уровнях античного интернета ведь по сути стремление к совершенству тиша все равно подразумевает некое достоинство этого идеала и стало быть мы останемся неудовлетворенными не особо интенсивная фетишизация однако кибер всегда действует изобретательнее самой больной сексуальной фантазии из раза в раз он порождает волны силы настолько пронзительной что картикальные программы просто не способны обработать этот дигитальный трафик и так кибер решает парадокс идеала фетишиста базовый ответ человека вообще в принципе не знакомого с проблематикой наверное конечная цель это мир не отличимый от настоящего то есть такая виртуальная реальность которая сойдет со своей убедительной правдоподобности с нашим представлением об антологии но на самом деле это очень слабая интенсивность киберокортекс почти не испытывает того неистовство возбуждения какое ощущает при сокосновении с настоящей скверной фетиша и хочу сказать что это не особо отличается от макияжа на лице софии это не отличается от косметики существующей уже тысячи лет способны ли мы пойти дальше можем ли мы мыслить нечто более губительное для естественности по сравнению с чем матрица покажется нам просто родственной душой соприкосновением с чистым искренним и вечно сможем ли мы помыслить нечто настолько неестественное что трафик города трупов просто замкнется на кортекс техно-фетишиста отбросив матрицу как кожу ящерицы как отработанный продукт устаревший и не дающий той отдачи словно парнотек двухлетней давности все верно я хочу сказать что сайфер тоже думал об этом